Быть или не быть в индустриальной зоне в Арысе, дефицит электроэнергии, тормозит ее строительством, не могут развиваться и действующие в самом городе предприятия. Властей Южного Казахстана уже пытались привлечь дополнительные мощности из Туркестана. Однако этот проект оказался дорогим и любое производство здесь может стать нерентабельным. Есть ли выход? В ситуации разбиралась Алма Уразбаева. Бердалис Адибеков стал счастливым обладателем мельницы еще несколько лет назад. Тогда, казалось ему, такой бизнес будет устраивать его всегда. Но потом он понял, что выгоднее продавать не муку, а хлеб. Поставил пекарню, горячие булки, бердали, горожане стали забирать прямо из цеха. Пришла пора расширяться, подумал он, но реализовать свой план так и не смог. В сутки я выпускаю 90 тонн муки, могу намного больше. Но тогда для моего производства потребуется еще 630 киловатт электроэнергии. Пока дополнительное электричество неоткуда взять. Дефицит электроэнергии стал камнем преткновения для развития многих производств. Сегодня в Арысе 8 крупных и более 3000 малых и средних предприятий. Все они работают в том объеме, насколько хватает электричества. А вот построить самый важный объект, индустриальную зону, уже не получается. Этот проект должны были реализовать еще в прошлом году. Нам предлагали протянуть линию из Туркестана, но потом и отказались от этой затеи. Во-первых, большое расстояние, почти 200 километров. Подсчитали, обойдется такая линия в 1 миллиард 800 миллионов тенге. А еще потребуется новая подстанция. Все вместе получается очень дорого. В результате само строительство индустриальной зоны теряет всякий смысл. С этой проблемой столкнулись почти в каждом районе области, где создавались индустриальные зоны, говорят власти региона. Предложений было много, но все они были очень затратными. Но, наконец, нашли рациональное решение. Вместо дорогих линий электропередач просто будут строить подстанции. Они дадут дополнительные мощности для новых производств. Этот проект уже включили в инвестиционный план местной энергетической компании. Также частично его реализуют и за счет государственного бюджета. В Арысе мы получили тех условий на 5 мегаватт для строительства индустриальных зон. Это хватает не только для индустриального зона, в целом для населенного пункта, то есть для города. Поэтому на сегодняшний день разрабатывается, то есть завершается проект населительной документации. Таким же образом в этом году решат проблему нехватки электричества еще в семи районах области. А в ближайшие 2-3 года соответствующие мощности будут во всех индустриальных зонах региона. Обещают местные власти.